А знаете ли вы, кто придумал ванну? Как гласит история, прообразом этих емкостей для купания были обычные ямы, вырытые в земле, которые люди наполняли водой. Когда солнце нагревало их, можно было наслаждаться водной процедурой рядом со своим жилищем. Первая в истории керамическая ванна, найденная в Индии, насчитывает около пяти с половиной тысячелетий. На острове Крит при раскопках была обнаружена такая же емкость, сделанная около двух тысяч лет назад. Бронзовую ванну нашли во время раскопок Помпеи в 1748 году. Древние римляне славились своей чистоплотностью, поэтому водные процедуры были очень популярны в Риме. А египетская царица Клеопатра любила принимать ванну, используя не только воду, но и молоко или травяные отвары. В Османской империи ванны делали из мрамора, а при купании турки использовали махровые мочалки. В Древней Греции принято было ванну принимать сидя, причем для женщин ее наполняли горячей водой, а для мужчин – холодной. Потребность в купании сильно снизилась в средневековой Европе, которая отличалась всеобщей нечистоплотностью, так как омовение считалось грехом. В России массово использовать ванны начали только в 15 веке. Сначала их делали из дерева, а в 17 веке заменили на стальные. Во времена Петра Великого в стране появились чугунные емкости. Стоили они очень дорого и считались предметом роскоши. Доступным этот предмет стал лишь спустя несколько столетий. Причем изделия из чугуна до сих пор пользуются большим спросом из-за своей прочности. Делись этим видео с друзьями, подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний. Субтитры создавал DimaTorzok